Всем привет! С Вами Андрей Кривуля Чарли и этим видео я начинаю новую рубрику Tips & Tricks, в которой я буду рассказывать о разных 3D-секретах. Русскоязычные подписчики знают, что у меня есть второй канал с ответами на вопросы без монтажа. Так вот, я решил делать монтаж и грузить их в эту рубрику. Сегодня мы поговорим о Corona Renderer, а также о крутых материалах Hair & Skin, которые появились в Corona 1.7. Поехали! Сначала я покажу настройки Corona Hair и настройки сцены, а затем на примере моей версии Digital Emily поговорим о Corona Skin. На самом деле, все очень просто. Никаких сложностей в создании шейдера волос и кожи у Вас не должно возникнуть. Сегодня я покажу, насколько все упрощено. Как говорил Adam Hotawoy на недавней конференции ZG Evan, Corona создают для творцов, которые любят тратить больше времени на творчество, а не поиск заветных идеальных настроек. Поэтому не нужно их искать на форуме, ведь все настолько просто, что Вам практически не нужно думать. И если зайти в настройки рендера, то Вам ничего не нужно там менять. Это идеология Corona Renderer. Все и так по умолчанию прекрасно работает. Единственный момент, когда что-то нужно менять, то это желание получить превью побыстрее. Для этого можно поставить Noise Limit на 10. Для финального качества можно уменьшить это значение до 5 и, например, использовать Denizer. Но если уж вдруг Вам не нравится, как выглядит работа с ним, она замылена и не видно мелких деталей, а шум хочется убрать, тогда можно уменьшить это значение до 3 или даже 2. Это все, что касается настроек. Теперь поговорим о шейдере для волос. Я специально заранее создал несколько материалов, чтобы на их примере рассказать о настройках. Запускаем Interactive, чтобы видеть изменения и начнем с черных волос. Как я уже сказал, шейдеры Corona интуитивно понятны, в отличие от других рендеров. Поэтому, посмотрев данный урок, Вы сразу же научитесь создавать разнообразный цвет для волос. Итак, чтобы получить такой оттенок волос, для начала Вам нужно изменить значение Melanin и поставить его равным 1. Левел ставим на 0, если Вы хотите получить чистый черный оттенок без всяких подкрашиваний. Затем Random Melanin ставим равным 0,2 для того, чтобы добавить немного разнообразия в оттенок каждого волоска. Ведь так волосы выглядят гораздо реалистичнее. Опять же, Вы можете экспериментировать с этим параметром. Например, если поставить его равным 1 и увеличить Level, то Вы получите такой интересный оттенок. Также я изменяю значение Glossiness и Softness. Glossy отвечает за размытость блика, а Softness за дезотропный эффект. Изменение этого параметра в связке с Glossy делает волосы более шелковистыми или наоборот грязными. Экспериментальным путем я определил, что значение Glossy равное 0,5. Самый идеальный вариант для обычных волос. Если у Вас грязные волосы или шерсть, то можно использовать значение 0,2. В таком случае, блик сразу станет нечетким и волосы будут более матовыми. Если же Вам нужны мокрые или нагеленые волосы, ставим значение Glossy больше 0,5. Итак, теперь поговорим о брюнетках. Я сделал два типа шейдера. Первый более матовый, а второй более шелковистый. В первом варианте Melanin равен 0,8. Fea Melanin увеличил до 0,2, чтобы добавить ржеватого оттенка. Random Melanin и Glossiness поставил на 0,3. Для брюнетки с более мягкими волосами Softness и Glossiness поставил на 0,7. Melanin на 0,5. Fea Melanin убрал. И Random Melanin поставил на 0,1. Это как раз тот шейдер, который я использовал для своей версии Emily. Идем дальше. Итак, чтобы получить волосы такого голубого оттенка, Вам нужно Melanin поставить на 0. Random Melanin на 0,5. Затем меняем Tint и Transmission Tint на такие оттенки. При желании, можно еще скопировать Tint в слот Diffuse и тогда Вы получите более окрашенные волосы. Чтобы получить такой шейдер натуральной блондинки, Вам нужно оставить Tint, Transmission Tint и Diffuse по умолчанию. Melanin изменить на 0,2. Fea Melanin на 0,5. Random Melanin на 0,1. Но если вдруг захотите сделать милирование, то Random Melanin ставим равные 1. Glossy ставим на 0,3, чтобы волосы были более матовые и Softness равным 1. Для окрашенной блондинки в Diffuse Tint and Transmission Tint добавляем такие оттенки. Fea Melanin убираем. А Random Melanin и Glossy ставим равным 0,5. Кстати, при таких настройках очень легко покрасить волосы в другой цвет. Достаточно поменять диффуз оттенок. Например, на такой зеленый. Чтобы получить седые волосы, Вам нужно Melanin поставить равным 0. Glossyness 0,3 и Random Melanin 0,2. Если же Вы хотите сделать милированные седые волосы, достаточно изменить значение Random Melanin на 1. Чтобы сделать рыжие волосы, сначала меняем Diffuse Tint на такие оттенки. Melanin ставим равный 0,64 и Fea Melanin ставим равный 1, чтобы сделать более естественный рыжий цвет. Если Вы поставите его равным 0, то будет абсолютно другой тусклый оттенок. Получив рыжий оттенок, Вам будет очень легко сделать красные волосы. Достаточно поменять цвета Tint и Diffuse на такие. Это все, что я хотел рассказать об оттенках одного цвета. Теперь поговорим о градиенте и задаче, с которой Вы можете столкнуться. Чтобы получить такой сложный оттенок с переливами, Вам нужно добавить карту Gradient Ramp с такими цветами. Причем важно учитывать одно правило. Координаты должны быть WU, а не UV. Если Вы хотите получить именно плавный переход цвета от макушки до кончиков, а не рандомный цвет на каждом волоске. Эту карту грузим в слоты Tint, Transmission Tint и Diffuse. Чтобы получить еще один интересный эффект, можно удалить Gradient с Transmission Tint и тогда получится другой результат. Но мне конечно же нравится предыдущий вариант. Он более реалистичный, если ориентироваться на фотореференции. Поэтому я всегда загружаю Gradient Ramp в те слоты, которые показал. Это все, что я хотел рассказать по шейдеру волос Corona Renderer. Давайте подведем итоги. Для физически корректного результата Tint, Transmission Tint и все параметры оставляем по умолчанию. И если хотим добавить красноты, используем филомеланин. А изменяя параметры меланин, получаем разные оттенки. 0 белый, 1 черный. Если хотим чисто черный Level уменьшаем до 0. Два параметра Glossiness влияют на степень разметия блика. Их уменьшение делает волосы более матовыми. Увеличение мокрыми, нагелиными, шелковистыми, как в рекламе Garnier. Мягкостью волос управляем с помощью Softness. А параметром Glint добавляем рандомные блестки на разные волоски. Давайте я создам еще один оттенок с нуля, чтобы вы убедились в простоте этого шейдера. Смотрите, как я и говорил, можно обойтись только изменением значения одного параметра Melanin. И получать физически корректный результат. Теперь сделаем розовый оттенок. Для этого Melanin ставим равный 0. Тинт делаем такого цвета. Его же копируем в Diffuse, делая немного темнее. И в Transmission Tint. Теперь изменяя значение меланина, можно получать разные оттенки розового. Как видите, все очень просто. А теперь поговорим о шейдере кожи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...